Смотри, я сниму это на видео. Вот это пиво. Я курю. Знаешь почему? Потому что у меня нет смысла жизни. Потому что я уже мертв. Потому что меня бросила единственная девушка, с которой у меня были отношения. У Мохова, маньяка, были в 29 лет, как он утверждает отношения. Хотя на самом деле я считаю, что он пиздит. И у него было дофига секса. Возможно, он даже бисексуален, но я ничего не имею против. А я абсолютно гетеросексуален. У меня идеальное здоровье зубов. Сколько бы я ни курил и пил кофе, у меня белые зубы. Если ты девушка, если ты выйдешь за меня, если ты займешься со мной любовью и родишь от меня девочку, то у нее будут идеальные зубы, идеальная худоба, сколько бы она ни ела. Ей будут завидовать. У нее будет парень. Она будет успешна. У нее будут правильные черты лица. Потому что, как бы меня не оскорбляли, там, этот дегенерат карликовый, я ничего не имею против карликов. Просто один есть дегенерат тут в городе, которого нужно ликвидировать, по идее. А может, это он идет. У меня нету с собой. У меня... И, кстати, вот смотри, вот ты забегаешь, да, по вот этой лест... по вот этой... или по вот здесь. И сразу бьешь меня в челюсть. Я теряю знание, падая сюда. И дальше ты просто избиваешь меня. Но перед тем, как ты забежишь, я сейчас начну тренироваться. Я натренируюсь быстро доставать оружие. Так что тебе нужно огнестрельное оружие, чтобы сдалека меня грохнуть. Но у меня тоже может быть кое-какое оружие, которое сдалека может грохнуть. Гонка вооружений. Все это просто сон. Я просто пьян. Я не реализован, я никому не нужен здесь. Я медленно гнию. Я больной человек. По мнению психиатра. Давай, давай пойдем к психиатру. Давай я сейчас пойду к психиатру. И спрошу. Я больной человек? Он скажет. Да ты не просто больной человек, ты полностью ебнутый инвалид, которому нужно лежать в психушке. Ты абсолютно инвалид, недееспособный. Там он вообще целый талмуд, наверное, написал про меня. Я курю дешевые сигареты, самые дешевые, за 50 рублей. Или за сколько? Я не достойный человек. Я вообще не человек. Я хуже животного. А вы избранные. Вы все художники. Вы все дельцы. Вы все заодно. Кстати, то, что я курю и пью, никто не сейчас не видит, кроме вас. Я не причиняю вообще врядь никому. Даже этот, который за ЗОЖ, никто не видит, что я курю и пью. Не видит. Я просто один. Вокруг никого. Там далеко, где-то кричат ребятишки, но им похер на меня. Они не видят меня. И мне тоже похер. И всем похер на меня. Я догораю, как вот эта папироса. Дешевая. Мои картины просто уничтожат. Я не Ван Гог. У меня нету брата Тео. Моему брату похуй на мои картины. Как и отцу, как и маме. Только евреям интересны мои картины. По иронии судьбы, только евреи покупали мои картины. Еврейки. И девушка моя была, скорее всего, еврейка. Наполовину. Поэтому она мне понравилась. Хотя я русский человек. Просто моя мама меня так воспитывала жестко, что я не хочу иметь дело со славянками. Я ничего не имею против славянок, но мне бы хотелось просто не одна славянка здесь в городе. Здесь просто рабочий городок. Им не интересны искусства. А вот евреи, они интересуются искусством. А я простой гой. Еврейки в Москве покупали мои картины, потому что они видели в этом ценность. Я благодарен им. Но они больше со мной не общаются. Считают меня Гитлером. Охуенный я Гитлер. Прямо. Просто охуеть. Просто пиздец. Второе воплощение Гитлера. Третье воплощение Гитлера. Пиздец. Я даже ни одной машине шины не проколол. Пиздец. Охуеть. При этом у меня как бы у всех маньяков, которые устроили массовую бойню в Америке, бросила девушка. Проблемы с девушкой. Хотя у меня член нормально стоит. Хоть я и принимаю флоксетин. Но если я перестану его принимать, я буду как мохов маньяк. Десять раз в день. За ночь в день. А сейчас как обычно у всех один раз в день подорчил. Видишь, я абсолютно искренний. Ты можешь смеяться надо мной, но кто может так же искренне рассказать. И мне, знаешь, похуй, потому что эта жизнь, это сон. Знаешь, сон более насыщенный, чем эта жизнь. Я считаю, что это какая-то какое-то место вот неопределенное. Я не могу утверждать, я ведь не бог, но это место пресное, оно пустое, оно грязное. А сон это жизнь. неожиданное. И уж поверь, во сне мне не снится, как я кого-то ебу или как меня кто-то ебет. Мне просто снится, как я общаюсь с людьми, как я живу другой жизнью. Знаешь, я тебе сейчас опять напомню историю одного чела, который впал в кому, упав с крана и пролежал в коме. И когда он вернулся, ему в коме ему снилось, что он живет, живет, что он живет как обычно, как ты живешь, как я живу. И когда он проснулся, оказывается, что все это время он не жил. И все эти люди его не знают. И он покончил с собой. Здесь был Тихон Мышкин, Александр Аленин. Безусловно, я пустой человек, со мной не о чем поговорить, ни одна девушка меня не выберет здесь. Потому что это факт. Субтитры сделал DimaTorzok